МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный волк, глава Урала, хозяин пчел. Так в разное время исследователи толковали слово башкорт или башкир. Хочевой народ с древней историей и красивыми традициями многие столетия живет на территории России. В широких степях у рек и озер сильна связь башкир с природой. Это скромный и гордый народ, в то же время добродушный и отзывчивый. Более 7 тысяч башкир в Самарской области. На юго-востоке губернии, в Большечерниговском и Большеглушицком районах, на берегах реки Большой Иргиз основал поселение башкирский народ. Предки самарских башкир были с юго-востока Башкортостана. А когда-то часть Самарской области даже входила в состав территориальной и национальной автономии Башкордестан. И сегодня самарские башкиры чтут традиции предков. Ежегодно широко отмечают праздник Сабантуй, где и спортивные состязания, и скачки на лошадях, и угощения традиционным кумысом. В башкирских селах Самарской области говорить принято на национальном языке. В 2002 году в областной столице создана общественная организация Курулдай Башкир Самары. Здравствуйте, дорогие телезрители! Уже многие века на территории Самарской области проживают башкиры. Это один из коренных народов региона. И сегодня мы в гостях у Райфы Ахатовны Абубакировой, представителя общественной организации Курулдай Башкир Самары. Здравствуйте, дорогие друзья! Одной из главных составляющих культуры любого народа является национальная кухня. И знакомство с культурой башкирского народа мы начнем как раз с приготовления традиционного блюда. Райфа Ахатовна, что сегодня мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить бишбармак. Национальное блюдо – это наша башкирская основная еда нашего народа. Что это такое? Это, во-первых, мясо, должно быть халяль. Мы всегда делаем мясо халяль. Это халяль, значит, разрешимое мясо. Ну, давайте приступим. Я смотрю, вот мясо у нас уже подготовлено, оно сварено, да? Да, да, да. Тут баранин есть и говядин. Давайте, вот и говядину. А я буду резать. Так, а как мы его режем? Квадратиками. Квадратиками, да. То есть, смотрите, как вот... Ну, вот где-то полтора сантиметра. Кубик, чтобы получился где-то. Ну, полторы-два, они обязательно промылись. Ну, так приятнее, чтобы в рот это можно было. То есть, вот так вот, да? Да, 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 и потом вот так еще вот так их. Вот так разрезать. И вот так вот потом, да? Да, 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 вот. Подойдут нам такие кубики? Да, нормально будет. Скажите, пожалуйста, что еще нам нужно для бешбармака? Во-первых, мясо. А второе, это тесто. Тесто мы и катаем, как для лапши. Катаем и это там режем квадратиками. Вот. А когда вот мясо варится, сварил, например, мясо, мы снимаем оттуда навар, вот это, и туда кладем лук. Лук мы долго-долго держим, бешбармак это пять пальцев, пять пальцев. Раньше же это самые семьи большие были, вот, они все это самые руками ели. Кроме бешбармака, какие традиционные есть блюда вот у башкир? Есть это блюдо, это кастабы называется, кастабы. Это что такое? Это кастабы, вот, вот такой. Тоже из теста делаешь эти лепешки и вовнутрь кладешь картошку мятую и жаришь потом на масле. На кислом молоке и это масло кладешь туда, чтобы сдобное было. Яйца немножко и замесишь тесто и катаешь эти, как лепешка катаешь, спечешь на этой, на сковородке. Как спечется, туда накладываем картошку мятую и подогреваем на масле, на этом, на сливочном масле. Райфа Ахатовна, вы родом из Самарской области, вот откуда? Я из Большоглушицкого района, деревня Ташкустянова. Праздники вы отмечаете как? Вот какие-то башкирские есть именно праздники? У нас вот праздники, значит, у нас не пост, а уроза делаем мы, уроза держим. С утра, уроза как это делает? Утром от восхода солнца до заката солнца не кушать. Вот утром вот покушаем, например, до расцвета солнца два часа остается, то мы кушаем и до вечера, до заката солнца. Вот это месяц происходит, месяц мы делаем такое удовольствие, это называется удовольствие, конечно. Но башкирские праздники сабантуй мы делаем, это как вот посевной кончается, сабантуй делаем каждый год в конце мая. Как только закончится посевная, и мы собираемся все, всем этом, не деревне, мы сейчас уже из города все в деревне, в одной деревне. Собираемся и там мы это исправляем сабантуй. Очень интересно, там всякие игры, на лошадях это, как называется, бега, бега на лошадях. И борьба там всякие, дети там играют кругом, концерты. Ну это веселимся. Мы радуемся, что кончилась вот эта посевная, и мы веселимся от души. В Большиневском районе там такое красивое место, прямо ровненько такая, равнина. Там вот ставим юрты, и это, там еда всякая готовится. В Башкир кочевные же люди были, они жили в юртах, делали вот из этой, из кашмы. Кашма, знаете, что такое? Нет. Это кашма такой, палас, но толстая она, из шерсти, из бараньей шерсти делается. Теплый-теплый, даже не замерзли зимой, вот поставьте из этой, из кашмы, вот эта юрта-то, и не замерзли зимой. Вот мы порезали мясо, что дальше делаем? Сейчас мы разогреем шурпу, это вот бульон, называется шурпа. Положим вот это, кубики, это у нас салма называется. Это уже приготовленное тесто, да? Как вы его готовили? Ну так же на яйца, самое, замесила тесто. А какие ингредиенты? Тесто, ой, это яйца и тесто, ой, мука, и все. Яйца, мука, вода, да? Да, 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 да. Замесила и потом накатала и резала. Вот так тоненько нужно раскатывать, да? Да, тоненько, тоненько, да. Тесто мы положили. Положили, да. И сколько должно вариться? А, должно где-то минут пять, не больше. Пять минут? Да, сейчас нам помешать. Пять минут. Самое долгое это мясо сварить, да? Ну, долго. Ну, когда мясо выварится, ты уже тестом занимаешься. Ну, часа три, наверное. Что можно назвать символами башкирского народа? Символы у нас дружный народ. Очень дружный. Мы участвуем всегда вот на сабантуях, этих каргатуях. У нас все туи, туи-то свадьбы. Каргатуи-то вороньи свадьбы. Играчи или играчи свадьбы. Вот они прилетают, да? Угу. Мы их должны кормить досыта. Заготовим, выносим, вот, кушать им. Что? Ну, они, они как будто благодарны нам. Вот, как будто нам идет сверху эта же благодарность. И мы, как сказать вам, ну, мы тоже довольны. Курул Тайбашкир. Как долго существует в Самаре эта общественная организация? С лет 12. Сначала это... Стали делать это сабантуи. Есть у вас творческие коллективы? Возможно, танцевальные, песенные? Очень много. В Большо-Черниговском районе, вот, Качкиновки, Сафуз-Украинки, это поселок Иргизском, и Мелевки, там, танцевальные группы. Есть даже эти, это, такой организации, это коллектив, так, Курай. Дети вот играют на Курае. Вот это Курай, вот там, это самое, организованная, это самое, организация. Ну, коллектив Курай. Он древний уже как-то давно? Да, древний. Это Салавад Юлаев еще когда был. Это когда, в 1700 году он играл на Курае. Показываю. Ну, она вообще делается, вот растет такое растение, вот из этого растения вырезают, и там она с этим, с дыркой внутри растет она. Есть один такой символ Башкирии, это башкирский мед, который популярен вот по всей России, то есть почитаем. Да, да, и сегодня будем попробовать. А в чем секрет? Это от природы. Там столько трав, столько трав, которых у нас вообще нет. Курай вот растет у нас, у нас ведь нет Курая, даже если так взять. Очень много, это сам трав, всяких, много, очень много, разных-разных. Смелла. Вынимаем, все готово, наш безбармак, вынимаем тихонько. Так, добавляем лук, чтобы она пропиталась. А лук у нас жареный, вот на наваре. А, то есть он немножко обжарен, на наваре такой? Да. Ну, не сказать, что тут же не жир, а просто навар. Притомила. Вообще башкиры чаще едят сытные такие какие-то блюда. Да, да, сытные едим мы. Сытные один раз поедим в день, а потом чай, кульса, кстовый, чай. Горячий больше не едим. Он сытный, конечно. Так, и добавляем сюда мясо. Как раньше руками все делали, а сейчас... Сейчас немного бульона мы добавляем. Ага, добавляем, потому что сухой будет это. Вот наш бешбармак готов уже. Сейчас пойдем кушать. Какие продукты традиционно для башкирского народа? Ну, одинаково, что молочные, что мясные, одинаково. Потому что, если в деревне, и мясо есть у них, и молоко, скот есть у них. Выпускается у вас газета на башкирском языке. Что за газета? Это газета Иргиз. Вот у нас Иргиз. Я каждый год выписываю, но она, он, эта газета что-то все меньше и меньше становится. Раньше по четыре листа, по шесть листов было. По башкирски пишут, и это, и по русски. А вы как-то взаимодействуете с общественными организациями Башкортостана? Вот есть какая-то связь. Да, вот они к нам каждый год приезжают концертами. Вот Сабантуй, Сабантуй они приехали, хороший большой концерт. Вот Каргатуй приезжали тоже, концерт ставили нам. А с общественными организациями, национально-культурными Самарской области? Когда мероприятия, мы же все вместе. Вот, например, в Самарских волнах, мы и со всеми, мы были там, и там со всеми 17, да, и годовщина этой Али Дружбы, там весь народ был, там такое большое было, как это самое мероприятие. Все вместе. Ну что, мы будем пробовать наш бешбармак, который мы приготовили? Давайте сюда попробуем, давайте. Действительно очень вкусно, несколько необычно, но сытно. Рай Фахат, спасибо большое, что приготовили нам такое замечательное блюдо, рассказали о традициях башкирского народа. Ну а с телезрителями мы обязательно увидимся в гостеприимном доме другого народа многонациональной Самары. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok